друзья всех приветствую на канале всем здравствуйте решила начать новое видео у нас девочки вечер вечерок сегодня сходила купила мясо немножко небольшой кусочек 3 килограмма у меня был кусочек и бройлер вот саша разделал здесь да кстати на хорошенько перемыть курицы от курицы косточек дивно получилось ну тут вот он посрезал филе но получается вот это все мясо на фарш на шкурку шкурку то слушай нарежка ее тоненько если она не воняет если мясо не вонючим что я еще не проверила я вроде понюхала оно было такое застывшие и непонятно в общем потому что мы как-то такие на слайсики ты квадратиками нарезаешь это знаешь я вот так бы я хотела на сальце и яичницу бы пожарить сальце и жарил шкварочки и яичницу или картошки бы жареной да я давно кстати хочу картошки жареной пожарить надо в общем наверное завтра завтра будем готовить потому что у нас даня приедет и надо будет наготовить вот котлетки может пожарим супец сварим тут выберем какие-нибудь косточки ну вот картошечки может на сальце пожарим саша сейчас шкуру тут порежет косточки разложила по кулечкам получились суповые наборы а мясо мясо решила все-таки проверить потому что нюхаю вот она мне что-то не дает в этот раз покоя не внушает доверия и что я начала делать девочки я тут порезала лучок и мяско я вот так в общем проверяю на запах ну попахивать немножко но и неплохо нормально я боялась говорю перепортить не дай бог фарш потому что бывает купишь мясо но девочки но пахнет запах не очень хороший вот так вот мы его немножко подожарим но вроде неплохо не дай бог говорю курицу перепортить а курица домашняя будет жалко дети есть не будут мы как-то один раз так купили мясо причем приличный кусок хороший взяли мы потом это все кормили собакам вот так что бывает всяко разным хоть в магазине возьмешь ну что сделать так бывает так сейчас сюда лучок направим раньше поросенка заколешь и свежее мясо свежанина ой свежанина то девочки это вкуснятина с луком много-много лука и мясо очень вкусно мы всегда так делали ну кто-то так не делает конечно было сейчас бы свое мясо свежее у него такой аромат лучком целую сковородочку а потом покушать вкусно объедение вроде неплохо обремянилось измолол фарш на мясо которое девочки показывал сковородки жарю добавил томатной пасты муки в общем гуляш решила сделать он поехал за марины я говорю поскоренько макарошки отворю гуляш сделаем сейчас фарш по кулечкам разложу уберу в морозилку завтра будем готовить у курочек может оставлю не знаю посмотрю получился тут немного немало фарш по кулечкам убрала тут немножко мясо получилось в общем все это в морозилку уберем морозилку уберем и потом будем готовить так здесь у меня укроп мороженый лаврушечка сейчас укропчик я добавлю в наш гуляш и у меня уже у меня уже вода закипает макароны макароны такие вот рожечки захотелось мне сварить марина сейчас придет гуляш такой вот получается придет приедет с папой вдруг захочет макарошки покушать у меня гречка сварена кто знает в общем так бурлит понемножку сейчас добавлю сюда зелени укропной и листик лавровый и будет прекрасно кулечки убрала в морозилку лаврушечки добавляем и варится у нас марина уже приехала макарошки сейчас пять секунд они уже кипят вовсю так что гуляш будет готов уже немножко осталось посуду перемыли в общем так вечера у нас сегодня проходит что каждый раз по-разному свинина свинину вот свинину мы не хотим а что ты будешь оладьи оладьи печеночные папа марину привез марина покушает и будем спать ложиться всем доброе утро у нас утро и решила я сегодня заварганить штрудель достала тесто тесто у меня такое мягонькая вчера его специально не стала убирать морозилку здесь у меня тесто слоеное которое вчера покупала яблочки сейчас надо почистить орешки надо тоже их наколоть и будет у нас вкуснейший струй струделек саша забрался завтракать макароны с гуляшом приятного аппетита все так что заниматься буду сейчас яблочки у меня варятся яблочки мои тушатся немножко потушиваются картошка 33 блюда из картошки девочки спасибо вам что бы я без вас делала дорогие мои картошка растет губцы мы девочки едим картошку сейчас вот здесь у меня картошечка пюрешечка вчера варила макароны макарошки гречка сегодня вот картошечка то показала прошлом прошлом видео покупку девочки там написали про крупы что же ты горит крупы то берешь одни каши едите что ну кашу вообще-то по утрам варят три раза в день девочки нужно варить три раза утром обязательно каша ну омлет ли творог у кого как у меня лично так на обед конечно на обед конечно что-то другое супчик макароны кто что любит то что любит марина вчера гречневую кашу не захотела гуляш не захотела поела макарошки макарошки поела довольная потому что некоторые писали ты своих детей там не знаешь или мужа не знаешь я не знаю девочки как вы их знаете как вы своих знаете да я знаю но я сама такая как вот можно на меня угодить к примеру да если человек как сказать допустим моя бы мама никогда она была наготовлена допустим что-то да я приходила и выбирала что я хотела покушать а не так что мне там приготовили к носу поставили точно также я не знаю вот я поставила и в кастрюльках она выбрала то что она захотела как я могла угадать что у нас захочет именно макароны без гуляша а я бы положила с гуляшом например сегодня так завтра по другому до этого она гуляш ела сегодня не захотела так что у можно точно также и у детей вкусы разные и не то что вкусы разные сегодня хочется одно а завтра хочется другое и одну и тоже есть никто не хочет и порции разные сегодня допустим побольше поела завтра поменьше поела вот она пришла более голодная прям сильно голодная как волк который раз приходит сытая также приходит саша с работы который раз приходит последний раз вот пришел я бы будешь кушать нет не буду а я ждала у меня наготовлено ну не будешь не будешь сыты на работе вот перед самым поел так что как то так про термоса девочки сейчас как раз пюрешку пока делаю про термоса написали прошлый раз показала саша в баночке еду налаживал что говорит он на термос не заработал стульчик подними на термос не заработал саша почему-то на термос не заработал масло я все положила положила маслице хорошо идет вчера вот я две пачки купила надо было больше брать саша а почему термоса то не заработал но почему почему ты не носишь термоса а если у нас на работе чайник это в зимний период летом так что будем котлетки формировать заикнулась про термоса вспомнила девочки так вот что-то говорить начинаю вспоминаю сразу какие-то моменты и хочется всегда ответить это не оправдание девочки это просто разъяснение некоторые знаете еще любят на себя брать ты горит как с людьми разговариваешь ну некоторые пишут хамские комментарии и я стараюсь более-менее девочки более-менее как сказать объяснить так чтобы никого не оскорбить например да люди позволяют себе оскорблять я не знаю по какой такой причине люди себе позволяют в комментариях оскорблять и не считают это зазорным а когда начинает блогер что-то говорить не пишите мне что на других каналах на других каналах пожестче бывает отвечают своим зрителям разному я никого не оскорбляю просто люди порой на себя принимают смотрите вы ролик допустим да я не конкретно к тому человеку обращаюсь кто меня смотрит до меня смотрят достаточно достаточно большое количество человек смотрит но неужели каждый каждый из смотрящих будет на себя принимать ну если каждый будет на себя принимать то что я говорю допустим да и как-то оскорбляться я не знаю девочки это вообще обобщенно да разъясняют ну люди писали про термоса были комментарии такие тоже чё позориться в банках брать саша почему ты не заработал на термоса на термоса он меня не слышит саша банки еду берет баночка потому что я разогреваем микроволновки ну свеженько разогрел все не знаю к чему он мне зимой у нас модуля есть у нас есть пункты обогрева есть все погреть можно все таки двадцать первом веке живем а или в летний период можно еще там брали живем двадцать первом веке ты в банках таскаешь у него по старинке мне нравится в баночках потому что удобно баночку поставил микроволновку разогрел конечно и также чай я термоса под чай тоже не беру в принципе ребята кто-то берет то нет кто-то разогревает в основе микроволновках разогревают это летом на перегоне нескольких километров до пути чтоб идти до модуля на обед это очень тяжело и так набегаешься а летом можно летом я брал тоже иногда даже четыре умеет налей вот ох котлеточки тороплюсь а надо скорее сделать породание пюре сделали сейчас у меня тесто уже тесто уже оттаяло орешки начищены яблоки уже по яблочке яблочко да на тарелочке не помешает мне ничего не помешает скорее котлеты ляпать не надо там сковородка отличная сковородка отлично написал девочки сковородки показывал от фирмы хороший писали что не очень а мне вот очень даже прекрасно нравится на днях будет ролик с опозданием девочки запоздание потому что маркировка прочее все ролик у нас новогодний новогодний так что так бывает да я тоже смотрю потому что маркировка приходит тоже ролик выходит запозданием ничего страшного в этом нету но что видите как серьезно все так отключиться шпака потому что сейчас котлеты сделаю потом пирог начну делать начинки много получилось какой у нас будет штрудель разделила на два небольших пирожка в прошлый раз также делала и получилось отлично так кто-то звонит кто-то где-то саша закругляйся трубочку надо взять кто-то звонит закрутим наш штрудель во вчерашнем ролике девочки сказала я вчера так сказано у нас получается сегодня 10 а завтра у нас 11 и будет годовщина со смерти бабушки я сказала 4 года а мы вчера девчонки идем в общем с сестрой и я что-то начала считать сколько в три года вроде бы вроде три года время девочки так быстро летит что даже не не успеваешь оглянуться у меня ощущение что это было вчера и какие три года такое ощущение что год прошел а тут вообще три года оказывается мы с сестрой идем я говорю слушай ну-ка ты мне скажи сколько она посчитала маме будет пять лет нынче ну как нынче нынче в июле получается а у бабушки в январе она мне 4 года и я вот пришла и липанула то же самое то же самое что она мне сказал четыре года я буду да как четыре то говорю ничего не уж то четыре и все и я вот так вот потому что ведь быстрее быстрее вот сейчас тоже девочки быстрее быстрее торопишься и голова уже как говорится не так саша он тоже торопится часа задание забирать ехать у нас ела капризы устраивает последние дни почему-то почему-то потому что не домогает немножко и капризничать ребенок голова кругом вот и тут не такое ляпнешь девочки не такое так что завтра вот тоже наверное наверно 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 надо будет что-то вкусненько готовить так вот штурделя наши отправляем в духовку пусть они у нас выпекаются все котлетки сейчас надо тут еще еще надо котлетки доделывать жарятся котлеты да не у нас приехал от артема подарок папе передал подарочки в общем тут огромное спасибо артему за да и то ли конечно никто никого ничего не забыл тут вот такие вот вкусняшки вот подарочки давай-давай баночку то я сейчас ой держи баночку то мы сейчас помоем вкусненькую а здесь у нас доставай все доставай что можно огурчики да помидорчики да пюрешечка с котлеточкой сегодня у нас сынулька приехал мама тут готовила папа достал какие красивые так рассольники достал варенье баночку опяток и вот такой вот салатик так что сейчас мы пообедаем рассольничку достал две баночки очень свекрови хотела увезти соленья варенье морсик сделает сейчас наша вишневый ты хоть попробуй сладкий он нет у нас это варенье знать-то прошлого с позапрошлого года с позапрошлого получается тебе послаще надо мне не надо слаще не люблю сильно сладко потому что сладкое слишком вредно нормально нормально ну давай-ка еще маленько она такое кисленькое и внизу размешаешь будет нормальненько не сладко кисленько такое замечательно вот такой день девочки морозный кстати солнце видно что светит прям здесь у нас все еще гирлянда мигает не выключили день на дворе так ну что тут надо сейчас поубирать грибочки положить огурчики помидорчики в банок из баночки положить сюда пиалочки распаковка чемодана так ну мы тут все приготовили это все обратно приехал мама собирала сына в дальние края и давала много доширака мой ну слушай как так-то и булочки те приехали обратно сумку в общем показывала девочки сумку тогда господи боже мой для чего это все давала большущую сумку в общем собирала мама готовила чтоб сынок у меня не замер дороге у него та дорога была поезде купе он ехал купе ехал все хорошо все замечательно в общем отлично но это было куплено потому что он вот это все съел а кофе кофе чай заварка ой ну вот все так эти сумка в общем у него порвалась капитально но он доехал все нормально было в общем сумку выбросили я сказала выбрасывайте сумку и купишь говорю сумку себе новую сумку купил хорошая сумка и вот все вот так вот обратно даже сухарики чем он питался в дороге ничего не поняла все девочки все 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 обратно и кириешки и все это марина ему покупала до марина брала ему может спал больше больше часть дороги не пользу не пользовался таблетками спросила говорю таблетки пил эти драмина от укачивания слава богу его не укачала нормально эту дорогу он ехал у него был плацкарт в общем тоже добрался не было билетов до приехал вот сегодня 10 числа вот он приехал в общем распаковались здесь все уже посмотрели подарки детям вручили папе подарок подарок в общем с тем подарочки да тут артем вот я уже повторюсь артем передал свой домашний самогончик прошлом году бутылочка была привезена на клюкве мне кажется это не клюква здесь что-то другое потому что клюковка то она такая светленькая мы ее девочки пили на этот целый месяц и кто мне писал самогон нагонят мы во первых сами не гоним самогон у нас его нет и мы эту бутылочку по 2 по 2 стопочки на стопочку глоточек растягивали ради здоровья как говорится вот сейчас мы тоже эту эту бутылочку сейчас тоже попробуем обязательно ну а как передали гостиниц гостинцы попробовать надо обязательно ну садись давай ешь приятного аппетита я тут грибочков то положила пирог нарезала огурчики помидорчики ну и тут шоколадки распечатывали ребятишки пробовали сказали вкусно в общем так что будем сейчас кушать приятного аппетита на приятного аппетита вам кто за столом всем приятного аппетита надо было погреть подливку не будешь я тут с грибочком с грибочком с опеночком пятки пятки ребятки собирали а здесь девочки читаю сказки здесь интересные на шоколадки на шоколадки на обертки шоколадки картинка такая прям красочная шоколадку мы еще не пробовали будем самогон первую очередь пробовать солнечный летний день ты встань пораньше выйди в лес осторожно пройди опушкой на верхней ветке старой ольхи увидишь бурундука маленького лесного зверька сказка называется бурундук и кедровка сказка народов севера вот будем сказки сейчас девочки читать у нас 33 таких обертки от шоколадки и мы будем читать сказки интересно не просто шоколадочка шоколадка еще с этими шишечками ну что какой ядреный самогон девочки мальчики всех с праздниками с праздниками с прошедшими что праздники закончились ну по стопочке вот немножко ты многовато даже набиваешь надо вот так на глоточек обычно давай пробуй первый потому что она наверно ох она едрина самогон очка грибочек давай не запивай грибочек съешь но запивать надо скорее ну что за привычка написали девочки крепенько ты чё хочешь что могу чем он с каким вкусом то интересно как что девочки мальчики поели ага у меня тоже горло что-то как-то обаливает и ухо залаживает все вот папе поесть как папе по их покушать да надо папу звать до чем-то вот приятным вроде как пахнет и как немножко самогон очка отдает так что не гоним девочки мы самогон не гоним кто-то писал еще нагонят вот у нас компотик только можно сделать такой вот морсик так что стали все вспоминают не грибы солили а я вот прочитала когда-то такой комментарий какие пьяные грибы солили да вот когда вот у вас бы было столько работы на тот момент сколько у нас работы мы падали с ног валились а когда у меня не было сил я в два часа ночи эти грибы солила это было несколько лет назад это кто начало смотрел девочки начальные ролики тогда у меня был такой момент период тяжелый был вымоталась я просто ужасно потому что бабушка была лежачая и надо было поднимать и каждый день со слезами понимая что человек уже все уходит я вот буквально недавно на днях вспоминала вспоминала как это было у нас где-то примерно за год наверное она начала домой уходить и звоночки первые такие пошли ну кто знает кто в этом разбирается кто-то в это не верит да что когда человек уже близок к смерти какие-то приходят подсказки какие-то моменты такие теряется жизненная сила у человека много разных признаков девочки и обычно пожилые люди пожилые старые да уже больные они начинают собираться домой она у нас собиралась домой у меня были бессонные ночи она бывала вставала ночью одевалась и ходил я чутко спала я всегда слышала вот у нас тут диван я спала на диване открываются двери во первых это жутковато мне всегда было и шла надо входной двери она обычно не не ходила как бы у нас ну сидела она много лет сидела и заставить походить расходиться было невозможно ее хотя она вот в такие моменты она вставала и просто можно сказать бодро четко хорошо шла до дверей домой домой просилась все я ее разворачивала говорила баба давай время ночь спать пора время час-два ночи к примеру вот и такие ночи они выматывали а потом надо утром утром она уже все она уже как сказать как тряпка такой уже человек без сил сил нет вообще вот так вот расслабленный в расслабленном состоянии и нужно поднимать человека я уже говорила кто кто мне помогал в этом были такие моменты конечно в основном я стараться сама с этим справлялась матвейка был маленький и вот получалось получалось что случалось получала девочки с утра вовmedi все сделаешь и к обеду ты уже просто никакой ты уже просто в без сил ну кто-то это не понимает кто-то это понимает потому что а кто-то писал отчета и нулочу такого вроде мы все там ходили да не все девочки не все будет и прекрасно кто-то говорит что там из-за денег из-за пенсии прочее все но и то денег из-за пенсии я работала много много лет но Не сильно уж много лет, но достаточно лет работала социальным работником, плюс почти 6 лет я ходила за своей бабушкой, и у меня жизненный вот этот опыт за ухаживанием больных людей, он у меня такой получился приличный, вот. И скажу вам, что я ходила не за одним человеком, много людей прошло через, вернее, я прошла через много людей, много кому помогало, получается, и не каждый, не каждый, никто в основном не хочет ходить за больными. Все хотят заплатить, денежку лучше дать, но с этим, кто с этим сталкивался, те, конечно, понимают, это очень тяжелый, тяжелый жизненный путь. Ну, а мы его прошли, и в тот момент был тяжелый, девочки, в тот момент вы застали, да, и писали там со стопочкой, что я там расслаблялась, да, я позволяла себе порой пару стопочек, и кто меня обхаивает, что я какая-то алкашка, я там якобы бухая была на видео, ни разу я не была бухая, и чтобы я напилась или там выпила бутылку целую на камеру, не надо сочинять, не надо придумывать. Кто смотрел ролики, те видели, да, пару стопок обычно в кадре, вы прекрасно видели, да, вот сейчас Саша убрал бутылочку, и будем мы эту бутылочку, наверное, пробовать, ну, может быть, я и не буду, Саша, может быть, я вот сейчас хочу попробовать, но мне что-то как-то страшновато, потому что все-таки самогоночка-то, она такая крепенькая, чем-то она таким приятным отдает. Ох, крепка самогонка. Саша, ну что, ее не завлечь, никак, что ли, а? Садись, поешь иди. Ну, крепко. Ну, хорошо горлышко прожигает. Ради лечения, допустим, да, вот очень даже замечательно. Ммм, пока не трогайте без нас. Ну, а кто-то говорит, на камеру не надо, ну, девочки, как есть в жизни, ну, а что, вы не пьете, что ли? Ну, тоже, ну, кто-то не пьет, кто-то против. Я лично противник, я много раз об этом говорила, я противник спиртного. Потому что надо уметь пить, кто-то этого не умеет делать. А пару стопочек, вот пару стопочек, само то. Потом ты покушал хорошенечко, да, уже там душа, как говорится, согрелась, замечательно и отлично. Ну, кто-то хочет больше продолжить, ну, дело каждого. Так что, как-то так. Ой. Есть, говорила тоже уже, что некоторые дамы там любят. Вот Саша налей стопочку, налей тому, другому. Или дай что-то любят говорить на это, на комментариях. В комментариях там пишут, раздавать. Ну, раздавайте, девочки. Я вот то, что считаю, нужно, да, по возможности даю кому-то. Не всегда это я показываю, кому я что дала. Ну, то есть зачем? Сколько, чего и как. Живем своей жизнью, что-то показываю, конечно. А вот и со стопочки-то уже глаза пучут. Вот какая стопочка-то крепкая бывает. Хотя, нельзя, конечно, стопочку-то, но ничего, одну-то можно. Так вот еще огурчик. Так, огурчик хочется. Ну, я одну хотела. Я выпила, видишь, как я выпиваю? У меня тут полстопочки на глоточек. Огурчики, девочки, люблю и сразу вспоминаю огурцы. Помнишь, Саша, это кто называется? Гастроном наш старый. В старом гастрономе пустые полки, отдел с соками. Я была небольшая. И вот эти вот полки, я помню прекрасно, там еще были цукаты. Цукаты свекольные, Саша, помнишь? И банки трехлитровые, только огурцы были побольше, конечно. Здоровые такие большие, переросшие огурцы. Вот я тоже их, вспоминаю, мама их покупала, кстати. Да, ну у меня, конечно, поменьше, но вот такие огурцы я люблю. Чтобы были семечки немножко. И мякоть была. А не корнишоны, кто пишет там мне, что я переращиваю огурцы. Я люблю, девочки, такие огурчики. У каждого свой вкус. Ну что, будем кушать, будем прощаться с вами. Скажу вам огромное спасибо всем, что вы нас смотрите, девочки. Пишите, пишите свои комментарии. Огромное вам спасибо. Ну давай, дорогой, любимый. Все, убрал, больше не будет. А то любимый, любимый. Тоже писали там про мужчин, да, что мужчину не надо воспитывать. Есть такие мужчины, которых надо воспитывать, но они не воспитываются, девочки. Они все равно остаются на, как сказать, какой человек родился, он такой и будет. Вот я родилась такой, я такая есть. Какая есть, такая есть. И меня никто не поменяет. Кто мне пишет, девочки, такие комментарии, что ты поменялась, другая там стала. Нет, девочки, я абсолютно не поменялась. Поменялась внешняя среда вокруг меня, и я стала немножко другой. Вот и все. На тот момент внешняя среда была такой, способствовала, как говорится, раздражению там чему-то, да. И, конечно же, я была немножко другая. По-другому разговаривала, другие были отношения. Вот. Это человек, редкий-редкий случай, человек меняется. Вот. Я не скажу, что я плохая. Ну, хвалить себя. Ну, похвали меня, или как вот, скажи, какая я вообще. Ты что можешь о своей жене сказать? Я вообще ем. Ты у меня, любимая моя, женщина. Видите, все скатывает. Ну, ладно, спасибо, любимый. Так что, ладно, девочки, все. Всем пока-пока. Заходите на Телеграм, заходите на Дзен. В общем, ссылки оставляю внизу в описании. Всем добра и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.